В Европе и мире электрические моторы уже не вызывают удивления. Но в России к машинам на электротяге пока не проявляют особого интереса. А возможно причина кроется в существующем заблуждении, что технические характеристики у подобных автомобилей существенно ниже, чем у машин с традиционными моторами. Однако это не так. Всем привет! И вновь на телеканале Автоплюс программа «Экзотика». Меня зовут Катя Каренина. Сегодня я познакомлю вас с электромобилем. В 1995 году в Америке появилась компания «Ренессанс Карс», которая имела грандиозные планы по выпуску электромобилей. Их первой моделью стал электрический родстер «Тропика». Всего было выпущено около двух десятков экземпляров. После чего у компании начались финансовые трудности, и она, к сожалению, обанкротилась. На сегодняшний день сохранилось всего 18 таких электромобилей. И только половина из них на ходу. Так что эта машина является очень редкой, эксклюзивной вещью. Здравствуйте, Олег! Довольно сложно выходить из этого автомобиля. Да, не просто. Нужно оптолзать некоторой сноровкой. Расскажите, что это за чудо, откуда оно появилось? В моем понимании электромобили выглядят немножко по-другому. Это чудо приехало из Америки. Более, ну, примерно 20 лет назад там была фирма, которая собиралась выпускать в больших количествах. Вот несколько экземпляров, несколько десятков сделала их. И на этом ограничилась. После этого, к сожалению, разорилась. Это единственный автомобиль в Москве? Да, и в Москве, и, наверное, в этой части мира. Единственное, потому что все остальные уцелевшие машины в Америке находятся. А в Европе и в России это единственное. Как называется? Называется компания Renaissance Cars, модель Tropica Roster. История электромобилей насчитывает более 150 лет. Транспортные средства, оборудованные электрическим мотором, были созданы раньше машин с двигателем внутреннего сгорания. В начале 20 века в Европе и США электромобиль был более популярен, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Кстати, первой машиной, которая преодолела рубеж скорости в 100 км в час, был электромобиль La Jemme Conte бельгийца Камиля Женаци. Вы знаете, единственное, что меня смущает, когда подъезжали, звука мотора не слышно вообще. Когда привыкаешь к автомобилям, которые все-таки с громким звуком, то здесь очень сложно определить, когда он заведен, когда нет. Как вы это определяете? По таблу? Ну, как правило, да. Когда вы включаете любой электромобиль, на нем загорается табло, загораются индикаторы вперед-назад. И, в принципе, все, можно ехать. То есть машина не заводится, а включает, включаете там мобильный телефон, допустим. По сравнению с обычным автомобилем, работающим на бензине, дизельном топливе или газе, электромобиль обладает рядом несомненных преимуществ. Он практически бесшумен, легок в управлении, надежен и долговечен. Эксплуатация электромобиля обходится гораздо дешевле, чем традиционные автомашины. Главное же его достоинство – экологическая безопасность. Это особенно важно в городских условиях, где из-за выхлопных газов в час пик буквально нечем дышать. По коробке что? То есть это а-ля вариатор просто передняя-задняя и все? Или как? Нет, здесь... Сколько передач? Здесь никакой коробки, никаких передач. Здесь, скажем так, односкоростной редуктор стоит с мотора на колеса, ременной. И, в принципе, все. Есть селектор вперед-назад, газ, тормоз, как в автоматической... Как в машинах с автоматической коробкой. И все, больше ничего. На машине установлены два электромотора с приводом на задние колеса. Общая максимальная мощность двигателей – 50 киловатт. Однако зарядки батареи хватает почти на 200 километров пробега. Ее можно зарядить от обычной розетки с напряжением 220 вольт при помощи зарядного устройства, которое находится на борту автомобиля. А где заправлять эти автомобили? То есть выезжаешь на этой машине в город и понимаешь, что надо же найти розетку где-то. На самом деле заряжать можно от любой розетки. Это могут быть розетки на заправках, на шиномонтажах, на мойках, в ларьках, допустим, которые стоят возле дороги, в магазинчиках. Но мест таких много на самом деле. Насколько хватает? В этой машине 150-200 километров может проехать на одной зарядке. А сколько заряжать? Вот приехал домой вечером, вот в розетку и что? Ну, порядка шести часов. На электромобиле, который создал российский инженер-изобретатель Ипполит Романов, использовался свинцовый аккумулятор системы Бари. Он требовал подзарядки каждые 64 километра. Суммарная мощность автомобиля составляла 4 лошадиные силы. А максимальная скорость, которую он мог достичь, колебалась около отметки в 40 километров в час. Его общая компоновка была заимствована у английских кэбов, где извозчик располагался на высоких козлах позади пассажиров. Экипаж был двухместным, а передние колеса по диаметру были больше, чем задние. Олег, вы знаете, она мне больше напоминает все-таки плавательный аппарат, потому что внутри все пластиковое. Вот эта вот задняя дуга, она тоже как-то от яхты. Мне кажется, в дизайне этого автомобиля как-то присутствовало какое-то такое все-таки веяние. Вообще, кто придумал эту историю и кто рисовал дизайн? Дизайн рисовали по мотивам американских доджей и корветов. Ну, что-то есть, Камара, что-то может быть даже. Смысл этой разработки был в том, чтобы разработать очень недорогую электрическую машину. По меркам 95-го года никто в мире не выпускал электромобилей в тот момент. Это была, пожалуй, единственная такая компания-стартап-пионер этого рынка. Они стремились создать максимально дешевый такой, скажем, ростер для города. Вот поэтому они решили сделать максимально функциональный салон, чтобы его можно было бы легко мыть буквально из керхера, любым шлангом, чтобы салон не боялся никакой... Но, к сожалению, это только летний автомобиль. Или все-таки в планах? В принципе, да. Можно сказать, что он летний, но на самом деле, если посмотреть, там и на мотоциклах и зимой ездит. Олег, ну расскажите, как она заряжается? Заряжается очень просто. Есть такой зарядный кабель с вилкой. Открываете лючок, здесь зарядный порт. Но это как-то специальная розетка? Ну, здесь, да, стоит специальная розетка на этом конце. А на обратном конце стоит обычная бытовая розетка 220 вольт. Ее вставляете в любую розетку. Во время дальних поездок на электромобиле следует быть готовым к необходимости часто заряжаться в незнакомых точках. А режим собственного питания постоянно согласовывают с режимом питания машины. Что же, такова нынче плата за экологичность. Когда катаешься на этой машине, ощущение очень странное, потому что ты ее не слышишь. Обычно, когда привыкаешь к каким-нибудь мощным, прямоточным автомобилям, то чувствуешь машину и слушаешь ее по звуку. А здесь абсолютно странное ощущение. Смотрите, останавливаешься, а шумов нет вообще. Начинаешь трогаться, все то же самое. То есть звука нет. Этот беззвучный автомобиль практически не слышно ни вам, ни окружающим людям. Если ваша машина единственная на дороге, пешеходы даже не смотрят по сторонам при переходе в неположенном месте. Это надо иметь в виду и быть готовым вовремя затормозить. Кстати, в крупных городах некоторых стран уже и сейчас рассматривается возможность введения обязательного звукового сопровождения для таких автомобилей. И соображение безопасности. Еще я тут обнаружила вот такую вот полочку. Можно поставить два стакана, она съемная, или положить бутерброд. Конечно же, когда управляешь такой машиной, первое ощущение, как будто едешь на катамаране, потому что все пластиковое. Пластиковое, знаете, как в детстве было такое. По озеру можно было взять в аренду и покататься. Кстати, вот эти кнопки, которые вы видите вдоль всего салона, это для того, чтобы закрывать крышу, когда пойдет дождь. Но крыша не просвечивается, поэтому это можно сделать только для того, чтобы не замочить эту машину. Хотя, мне кажется, из-за того, что она из пластика, поэтому в этом нет ничего страшного. Я бы добавила сюда еще зеркало заднего вида, потому что, когда поворачиваешь, конечно, неудобно по маленьким зеркалам. При поворотах, конечно, хочется посильнее гидроусилителя, потому что поворачивать-то тяжеловато. Электромобили могут похвастаться отличным распределением веса, так как в них отсутствует тяжелый двигатель внутреннего сгорания, а аккумулятор расположен по центру. С увеличением оборотов развивается хороший крутящий момент, а машина разгоняется на удивление плавно. Давайте пробуем нажать на газ. Послушайте, 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 прям троллейбус. Максимальная скорость электромобиля достигает 120 км в час. Разгон до сотни, как у обычного автомобиля, около 12 секунд. Максимальный крутящий момент мотора – около 100 ньютон-метров каждый. Причем этот момент моторы выдают с нуля оборотов. Для такого автомобиля это неплохой показатель. Ой, у меня тут сидит котенок, а сигналки у нас нету. Попробуем его не задавить. Попробуем его не задавить и сейчас посмотрим. Не, сбежал. Отлично. Кстати, очень удобно переключаться. Всего две кнопки – вперед и назад. Захотел поехать назад – нажал заднюю. Захотел поехать вперед – нажал вперед. Мне кажется, будут некоторые сложности с зарядкой. Потому что если ты живешь в частном доме, то это удобно. Либо на парковке у тебя есть сторож, у которого есть зарядка. Ну, то есть розетка. А если ты живешь на 15-м, 17-м, машину бросаешь под окнами. Мне кажется, какой-нибудь очень умный старичок тебе обязательно подрежет этот провод. Ограниченная емкость аккумулятора и отсутствие крыши – не единственный недостаток этого электромобиля. Ну, конечно, в это лобовое стекло очень плохо видно, потому что оно отсвечивает. Вот сейчас даже солнце не вышло, а все равно все мутное. А если либо его нужно под другим углом расположить, либо сильно отполировать, либо просто поменять на другое. Потому что если выйдет солнце, будет еще сложнее управлять этим автомобилем. Окружающие люди с удивлением рассматривали этот четырехколесный агрегат с электрическим мотором. Вы не представляете, как реагируют люди на улицах, потому что я езжу по закрытой территории, но через забор видно автомобили. И люди просто сворачивают голову, они не понимают, что это. Внешне это похоже вроде на маленькая комара. Причем все это из пластика, ощущение, что это какой-то мини-катамаран. У него горят фары, но действительно, посмотрите, все полностью из пластика. Сюда можно налить воды и, в принципе, использовать его как небольшую ванну. Что и говорить, ощущения от поездки на электромобиле неоднозначные. Уж слишком непривычный автомобиль для нас. Однако тенденции нескольких последних лет, которые происходят в автомобильной промышленности, дают надежду на то, что вскоре мы увидим новое поколение электромобилей, которые, наконец, будут выпускаться серийно и станут доступными рядовым потребителям. Однако эта тема другой программы. Спасибо большое ребятам, что дали прокатиться мне на этом прекрасном автомобиле. Конечно, ощущение смешанное. Основное, что он все-таки похож на маленький катамаран. Но при этом это электромобиль. Вот и все. Наше время истекло. Если у вас есть интересные транспортные средства, присылайте их фотографии на наш электронный ящик. Это была программа «Экзотика» и я ее ведущая Катя Каренина. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok